Мы любим Земфиру, а вот как любят Земфиру дети? Знаете, знают ли про Земфиру дети? Что они знают про неё? Как они представляют себе, о чём её песни? Мы решили это выяснить и поговорили с участниками рубрики «Взгляд снизу». Прямо сейчас «Взгляд снизу» на творчество певицы Земфира. Пожалуйста. Что такое Земфира? Знаешь ли ты? Я вначале подумала, что это обычные вкусные Земфирки. Но я потом подумала и вспомнила, если бы это было так просто, меня бы об этом не спрашивали. А ты хитёр. Это певица, и она рок-музыкант. Все певицы могут быть рок-музыкантами или не все? Не все. Сложнее быть рок-музыкантом, потому что надо иметь очень ножную шею, чтобы трясти. Ещё надо иметь голос хриплый немножко. Вот такого вот голоса. Какой конкретной песни? Не помнишь, она вот так пела? Я не помню, правда, я не слышал. Что такое Земфира? Муха. Хочешь, я тебе покажу настоящую Земфиру? Да. Много шансов, что я сейчас разверну эту картинку, а там будет муха? Сто. А как ты думаешь, о чём поёт певица Земфира? О Земфире. Земний эфир. Ну, у меня ещё такой вариант. Ну. Я подумал, это может Земний эфир. Ты его только что произнёс уже один раз. Да. Могу ли я тебе тогда задать вопрос, что означает те или иные строчки в песнях Земфира? Угу. Потому что куда бы ты делся, всё равно мы с тобой о этом договорились. Давай поговорим. Вороны-москвички меня разбудили. Я вот лично думаю, что это соседи московские. Кричали, как вороны. А как кричат вороны-москвички, ты можешь показать? Вот так. А обычная ворона? Она... Ну, я не умею делать вороны. Давай ещё раз покажи мне, как кричит ворона-москвичка. Меня разбудили. Чем ворона-москвичка отличается от другой вороны? Как ты поймёшь, что она москвичка? У неё вообще-то, по идее, должен быть ошейник. У вороны-москвички ошейник. Или на ухе написан адрес. Я помню все твои трещинки. Это значит, мужчина помнит все трещинки на стекле. Как бы мужчина поёт эту песню в стеклу. Да. Далеко находится больница от вашего дома? Не очень. Понятно. Если ты строитель, и ты что-то делаешь, что у тебя трещинки... Приходит надзорная комиссия, да, и... Запоминает, говорит, я ваши все трещинки эти, конечно, запомнил, и... Пойдёте вы, ребята, под суд, да? Да. А трещинки, то есть ранки. А свежесть, значит, они очень вкусно пахнут. Просто... Просто человек весь израненный, и хорошо пахнет при этом. То есть, получается, человек пошёл, зашёл в парфюмерный магазин, оступился, упал на витрину. Да. Весь изрезался. Весь изрезался. А пахнет хорошо? Нет. Ну, по идее, должны, ну, эти... Духи. Ну да, духи, одеколоны должны разбиться и на меня облиться, да? Угу. У тебя рамки такие, тебе щипят, и они больше, и поэтому это... Это можно запомнить, но пахнет вкусно. Что значит фраза? Курить, значит, буду дольше жить. Наоборот. Всё неправильно, Ваня. Вот в этой третьей строке, наоборот, всё неправильно. Я даже могу объяснить, почему. Ну, попробуй, я не знаю. Вот курить... Да. ...очень плохо. И лёгкие очень сильно воспаляются, к ним туда дым доходит. И ты, наоборот, умеешься становишься жить. Что означает фраза «шестёра не выдержит, дёрнет первый»? Шестой канал не выдержит, но первый его по рейтингу обонит. Значит, шестёрка девочек, толпа не выдержит где-то всем, и дёрнет за окосы всем. То есть шесть девочек стоят и... В толпе. В толпе. И вот в какой-то момент не выдерживают. Да. И начинают всех дёргать за волосы. Звони чаще с неба про погоду. Это значит, звони чаще своей жене, чтобы она не волновалась. Это значит, когда ты звонишь, ты должен говорить про погоду. А почему с неба? Потому что с неба вай-фай идёт. А вот что означает фраза «пьяный мачо лечит меня и плачет»? Скорее всего, он выпил и пошёл меня лечить, потому что он пьяный. Мачо. А мачо это кто? Сильный мужик. Ты можешь узнать, как выглядит мачо? Да. Как? Вот такой, ну у него вот досюда во мускул лес. Но не как у меня, но он вот досюда во. И не как у тебя. Ну вот так. То есть я как бы не мачо? Нет, ты мачо. Вот. Но только не сильный. Я слабый мачо. Нет, ты средний мачо. Я средний мачо. Пьяный мужик меня бьёт очень сильно. Ну, христом или руками, или кулаками. И так же Земфира поёт. Пьяный мачо лечит меня и плачет. Ну может для неё это лечение. Мне кажется, тебе есть что сказать, Земфире. С днём рождения. И я желаю, чтобы была шея чуть помощнее, потому что надо сильнее головой трясти, чтобы виртуозно и играла на гитаре. Земфира, я тебе желаю, чтобы ты не курила, во-первых, с днём рождения, а во-вторых, чтобы тебя поменьше били. Вот такие мои пожелания. Чтобы ты побольше выступал на концерте. Только не с этой песней. С какой бы ты песней хотел, чтобы выступала Земфира? Белые розы. Белые розы, белые розы. Я думаю, что Земфира обязательно выполнит твоё пожелание.